Олег Геннадьевич, добрый вечер. Вот вы часто рассказываете про своего наставника. У меня разные наставники, если так, у меня много наставников. Да, вот как вы их встретили или они вас выбрали, как это произошло в вашей жизни? Понимаете, наставника Бог дает, так же, как дает жену, даже меня, допустим, и вас мне Бог дал. Ну, то есть, это Бог людей объединяет. Бог это так делает. Когда приходит время, когда человек достойный, наставник означает, что тот, кто тебя будет сильно мучить. То есть, наставник, он как бы должен давать тебе серьезные вещи в жизни, тебе говорить. Если ты готов, Бог дает, нет, значит, он дает кого-то помладше. Ну, то есть, есть разные категории, есть, допустим, лектор, вот, я лектор, я не наставник. Вы могут хотеть слушать, а хотеть нет. Это ваше дело. Вот. Ну, я даю наставление, но как даю? То есть, можете слушать, можете нет. Наставник есть старший друг. Когда человек выбирает веру сначала, сначала веру найти, потом, следующий этап, человеку приходит старший друг в вере, который рассказывает, как все правильно, ты можешь следовать, может, нет, он не навязывается. Потом дальше, если ты принимаешь, то у тебя появляется, ну, как бы, вот, наставник такой категории, что он все-таки рекомендует делать вот так вот, ну, то есть, более такой, твердой позиции. А еще духовник, когда он сказал, значит, надо делать. А если ты не хочешь, тогда нечего делать вид, что ты послушник. Понимаете? То есть, это все Бог дает тогда, когда ты готов. Просто не нужно торопиться, потому что иначе можно сломаться. У меня были случаи, друзья, когда человек раньше времени пытается в отношения серьезные идти со старшими, а потом убегает вообще из веры, потому что не может эти отношения переваривать, не хватает у него силы. Спасибо. Всю свое время, вот, допустим, некоторые женщины думают, ну, почему я замуж не могу быть, ну, дайте мне мужика какого-нибудь быстрее, я уже все, не могу. И какого-нибудь Бог дает, ну, какого-нибудь. Она говорит, да не нужен мне такой вообще, что ты мне дал? Что ты мне дал? Что ты достойно был, а то и дал. Надо было подождать немножко, поработать над собой, тогда лучше бы дал. Понимаете, часто мы слишком быстро чего-то хотим, нужно понимать, что это неблагоприятно. Подожди чуть-чуть, поразвивайся, Бог даст лучше, не торопись. Или принимай то, что дал, и терпи. Два варианта есть. Я бизнес-инем, у меня, я веду бизнес 10 лет, и 4 года назад у меня были огромные сложности. И 2 года назад вы приезжали к нам в Казань, я была на вашей лекции, и рассказывали как раз-таки про предназначение как раз-таки человека, про то, что есть к шанре, вашу. И я с тех пор все время как бы, ну, думаю об этом, и рассуждаю, и я запуталась окончательно в своем именно предназначении. И поскольку как бы у меня свой бизнес, да, вроде как... Вы правитель по природе, правитель. Угу. Руководитель. Вот. Но вы можете торговлей заниматься при этом, это нормально. Да, и вот в молитвах, когда вот мне, я сложности вот как бы вот эти все преодолевала, мне как бы вот, я, ну, как бы пришло, что я должна именно создавать бизнесы благостные, так скажем, да, и я поставила в цель сейчас там создать, например, 7 бизнесов и с помощью этого как бы свое предназначение, так скажем. То есть вы такой руководитель такого плана, что вы как бы, ну, создаете деятельность, поддерживать кто будет? Вот, у меня вот такой вопрос стал, вообще, какая же все-таки, да, как мне действовать, то есть... Понимаете, если человек может создавать, обычно он не может поддерживать. Поддерживать должен кто-то другой, значит, надо, когда создаешь, находить того, кто будет поддерживать, иначе не создавать. А какое отличие именно вот действия бизнесмена и действия руководителя в этом плане? Бизнесмен, он просто, он просто занимается тем, что он извлекает прибыль, ничего не создает, не поддерживает. То есть бизнесмен просто берет то, что есть, и извлекает прибыль. Он работает с людьми временно. Вот извлекли прибыль, разошлись, структура, которую он создает, она не имеет каких-то серьезных отношений. Люди мотивированы только деньгами, и только временем, как артерии. Вместе поартерили, разбежались. Это бизнесмен. А руководитель, он создает структуру, социальные отношения с людьми строит. Он, как бы, надолго это все делает. Там есть старшие, младшие, там есть статусы разные у людей и так далее. Ну вот да, ну вот это очень интересно, спасибо большое.